В волейбольный центр приглашены руководители всех образовательных учреждений, лучшие педагоги района. Каждый, кто в этот день поднялся на сцену, достиг большого мастерства в профессии. Воспитанники этих учителей постоянно показывают высокие результаты учебы. Наша система образования Анисовского района не только самая крупная в Подмосковье, не только является слаженной, работающей по единым стандартам, но и система, в которой каждое учреждение уникально и имеет свое лицо, свой уклад, свои традиции, индивидуальные наработки. Есть совершенно особая атмосфера, которая создается именно вами. Поздравить учителей пришли депутат Госдумы Оксана Пушкина, первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина, исполняющая обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова. В этот день педагоги получили награды разных уровней, особое внимание к мастерам своего дела, тем, кто завоевал именную премию главы Одинцовского района. Ну, конечно же, счастье, что дошли к этой цели, очень долго шли, шли, шли и наконец-то дошли. Лучше по профессии, это высокое звание, и я очень довольна. Система образования Одинцовского района – одна из крупнейших в регионе. Мы лидеры не только по количеству, но и по качеству обучения на всех ступенях. Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования – все это составляет крепкую цепь знаний, в которой важно каждое звено. Учителя в этот день были главными звездами праздника и даже прошлись по подиуму. Для многих педагогов это первый опыт дефиле, а кто-то вспомнил свою молодость и фотосессии. Ваши аплодисменты. Ну, а мы благодарим дизайнера Ирину Аликову. Прекрасно, невероятно. Сегодня необыкновенное ощущение, вообще замечательный праздник. И шикарные модели, которые предоставила нам модельер Ирина Аликова. Это большая честь для всех нас представлять ее великолепные модели. В этот момент чувствуешь себя вот просто королевой, правда. Если еще позовут, обязательно пойду. На праздники, кроме традиционного Учитель года, стартовали и новые конкурсы. Среди нас находится очень уважаемый нами человек. Елена Александровна Гот. По своей инициативе и собственных средств она учредила премию обучающимся нашего района, нашим ребятишкам. Те, кто успешно осваивает предметы иностранного языка. Английский, немецкий, французский. Одинцовское телевидение совместно с Управлением образования в рамках районного состязания профессионального мастерства «Педагог года» объявили народный конкурс «Интересные уроки». Подать заявку на него может любой педагог, а голосовать за участников можно будет на сайте Управления образования и выкладывать свои работы под хэштегом «Урок на пять». А до всех корреспондентов Одинцовского телевидения все мои коллеги уже готовы, Ольга Ивановна, рвутся в бой. Чтобы осуществить наш совместный проект, это проект «Интересные уроки». Мы приезжаем в вашу школу, гимназию, лицей, снимаем самых лучших учителей, самые интересные уроки, показываем сюжеты в новостях и в завершении года у нас состоится прямой эфир, где будут голосовать родители и сами ученики. Алексей Логутин рассказал о проекте и решил узнать, кто из педагогов готов на любые испытания. Конечно, самыми активными оказались директора. Руководители лицея номер 2 Ольга Прохоренко, гимназии номер 4 Ирина Кузнецова и Одинцовской лингвистической гимназии Ирины Кобзенко блестяще справились с заданием ведущего. Соединили воздушные шары, которые представила компания «Шары для души» в логотип телеканала Одинцова. Участницы конкурса в очередной раз доказали, что являются лидерами и получили призы от Центра семейного комфорта «Можайский двор» – подарочную карту на посещение гипермаркета «Лента». Победители народного конкурса «Интересные уроки» в конце учебного года получат замечательные призы от спонсора проекта «Можайский двор». А в этот вечер подарком для всех стало выступление Анжелики Агурбаш и группы «На-На. Новая веха в истории системы образования Одинцовского района позади». А впереди новый учебный год, полный побед и заслуженных наград. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.